Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Раз уж я здесь уселась, сказала уже про победителей на семена и про начало розыгрыша, про палатку. Все у нас прекрасно. Осталось только добавить вишенку на торте. Это, конечно, предстоящий праздник Новый год. Смотрите, осталось 70 с чем-то дней там до Нового года. И вот в преддверии этого Нового года, я в прошлом году, у меня многие спрашивали, какие вы салаты делаете? Вы же знаете, наверное, что у нас будет год быка. Это для огородника просто рай, потому что бык любит траву всю вот эту. Траву, овощи, фрукты, все. И на Новый год нельзя готовить говядину, а можно только курицу, рыбу. Это вообще моя стихия. Я люблю такие блюда, чтобы много зелени было, чтобы была рыба или курица. Конечно, будем много делать салатов. И все это я сейчас постараюсь сделать так, с пошаговыми фотами, с пошаговым фото и с объяснением приготовления блюда. Потому что у меня вот пять таких вот справочников. Овощная кулинария. Все. И еще, к чему я все это говорю? Сейчас вот именно за два с половиной месяца до Нового года еще не поздно нам на окне где-то вот под лампочкой развести зимний огород. Чтобы была зелень, чтобы был салат, чтобы был зеленый лук, чтобы был, возможно, укроп. Потому что все эти украшения будут приветствоваться в блюдах новогодних этого года. Не надо отставать от мировых трендов, раз говорят, что в этот Новый год нужно... Что любит бык? Траву. Нужно накосить ему много травы, нужно задобрить этого быка. Если мы выполним его пожелание, нам будет целый год все гладко, будем кататься как сыр в масле. Я вот навыращивала уже, я покажу вам, как стилизировать любой салат, даже из самых простых ингредиентов, купленных в магазине, как можно стилизировать под новогоднее блюдо. Для этого, конечно, нужна вот эта зелень. Вот смотрите, у меня вот этот салат я насеяла. Ну чем это не елочки? Будем строить всякие елочки. Надо много укропа. Вот такой какой-то, вот такой салат. Будем делать целые стажки, будем делать какие-то всякие, ну именно, новогодние оформления блюд. И все это я буду, конечно, выкладывать на Яндекс.Дзен. Там будут фото, там будут описания. У меня у самой уже руки чешутся. Это мое очень такое хобби многолетнее после огорода. Она сначала шла до огорода на первом месте, а потом на втором месте. Но все равно я с кулинарией по жизни иду очень давно. И вот нужно вам всем успеть вырастить зелень. Потому что оформление новогоднего стола в этом году невозможно без зелени. Ну вы знаете, бык, он пасется всю жизнь на травке. Нам нужно сделать свою натуральную травку. И тогда у нас стол будет в соответствии со всеми канонами, в соответствии с последними течениями моды. И в соответствии с нашими предпочтениями. Мы же огородники, мы должны быть всю жизнь в зелени. Все, до свидания. И еще хорош вот этот ирландский салат. Он разный, прям такой. Красота. Ох, наедимся в этом году салата в год быка. Будем пастись вот на этих грядочках. Играет Продолжение следует... Продолжение следует...